Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим такие горячие бутерброды или панини. То есть это большое количество начинки между двумя поджаристыми кусками вкуснейшего хлеба. Начинка будет абсолютно не банальная, мы будем использовать разные сыры, артишоки и брокколи. Это блюдо очень-очень вкусное, обязательно попробуйте. Погнали! Нам нужно взять несколько соцветий свежей брокколи и нарезать довольно мелко, так чтобы в бутерброде они были очень гармоничны. Такой размер будет достаточно. Теперь мы берем артишоки. Я уже беру обжаренные, маринованные, которые из банки продаются. Также мелко нарезаю их. Чтобы было поменьше масла, можно обмакнуть на салфетке. Добавляем листочки тимьяна. Веточки использовать не будем. Теперь очередь соли, перца и и большое количество сыра, разнообразного берем. Начертый твердый сыр. Теперь добавим рикотто. и перемешаем, чтобы получилась однородная масса, которая легко намазывалась на наш будущий панини. За счет рикотто все хорошо объединится и станет единым целым. из этого количества начинки получится примерно два панини. Теперь нужно взять самый вкусный хлебушек, который найдете. У меня здесь деревенский серый хлеб. Кусочки хлеба мы сбризнем оливковым маслом. Можно это сделать из бутылки и размазать кисточкой или рукой. Я просто использую в спрее. Масло поможет зажарить наш хлебушек до золотистого цвета. Перевернем и на эту часть будем выкладывать начинку. Первый слой мы берем песто. У меня покупной из банки, но можно использовать приготовлен самостоятельно. Для этого в блендере измельчить листики базилика зеленого, орешки кешью, оливковое масло и специи. Размазываем тонким слоем. Теперь очередь сыра бри. Можно заменить также на камамбер. Нарезаем тонкими слайсами. Верхнюю корочку можно не срезать. Это благородная плесень, которая добавит изящные нотки нашему панини. Теперь выкладываем на песто начинку. Я ее просто разделила напополам, примерно визуально, и размазываем. Сверху выкладываем кусочки нарезанного сыра бри. Повторяем за вторым бутербродом. Накрываем хлебушком и также сбрызнем маслом. Разогреваем гриль. У меня электрический. Можно взять сковородку гриль. Просто тогда чуть-чуть прижмите бутерброды. Ставим на высокий огонь. Посмотрите, как красиво зажарились наши бутербродики. Я их разрезаю напополам, чтобы было удобнее есть. Они еще очень-очень горячие. Запах просто потрясающий. Вкус будет за счет артишоков. Довольно необычный сыра бри. Такой с кислинкой. Обязательно попробуйте. Я даже не знаю, с чем сравнить. Реально, вкус просто неповторим. Такие варианты завтраков или перекусов мне очень нравятся, потому что здесь хрустящая, золотистая такая корочка хлебная. Они довольно сытные. А самое главное, делаются очень быстро. Так что пробуйте, делитесь вашими результатами. Отмечайте меня. Конечно же, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok